Всем привет! В этом видео поговорим о том, что страны Европы возмутились фактом передачи Газпрому активов Bosch и Ariston. Европейская прогрессивная общественность негодует. Главы итальянских и немецких правительств возмущены фактом присвоения Кремлем производственных и прочих активов итальянской компании Ariston и немецкой Bosch. МИД Италии вызвал российского посла для получения разъяснений о причинах принятия президентом России указа о передаче Газпрому 100% акций Ariston и Bosch. Европейская внешнеполитическая служба оперативно осудила новое решение российского руководства, придя к мнению о том, что оно, оказывается, не соответствует международному праву и потребовало его пересмотра. На предприятиях Ariston и Bosch в России выпускалось бытовое оборудование, холодильники, стиральные машины, отопительные приборы. Ariston и Bosch еще в 2022 году под давлением западных стран приостановили производственную деятельность в России, что привело к негативным последствиям не только для них, но и для россиян, работавших на соответствующих заводах. Руководство западных компаний сразу после начала российской спецоперации заявило о том, что оно займется поиском покупателей для своих прибыльных российских активов. Однако указанный процесс настолько затянулся, что вызвал подозрения у российского руководства в том, что западные бренды не собираются избавляться от российских активов, а готовы и дальше вредить нашей стране путем простоя на своих заводах. Для пресечения подобного вредительства со стороны западных компаний указан президент России от 26 апреля, Ariston и Bosch были отстранены от управления российскими активами. Эти активы были переданы дочерней компании «Газпрома» «Газпром бытовые системы». Это крупнейший российский производитель газового оборудования, выпускающий котлы электроплиты, водонагреватели под марками «Дарина», «Тесса», «Флама», «Лада» и «Терра». Теперь «Газпром» дополнительно освоит выпуск холодильников и стиральных машин». Указанное решение приветствовал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, предложивший не останавливаться на достигнутом, а оперативно заняться разработкой законопроекта о конфискации западных активов, зависших в России. Друзья, в закрытом телеграм-канале сегодня в 21.30 по Москве выйдет материал на тему «Великобритания примет от США контроль над Европой». Подписаться на закрытый телеграм-канал можно по ссылке в описании под этим видео.